В России, которая в течение многих лет вливала миллиарды в оборонку, иссякают запасы современной военной техники. Обо всем этом и о мобилизации, и о технике мы поговорим с нашим следующим гостем. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. С нами на связи. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечера. Александр, ну вот как вы обоценили вот такую последнюю статистическую информацию? Вот за эту неделю оккупанты потеряли убитыми 2750 солдат. Третий, это третий результат за все время войны, если не учитывать вот там первой недели было еще больше, но это были первые недели войны. И также ВСУ уничтожил за неделю опять-таки 97 арт-систем. Вот это уже собственно рекорд. Как это скажется на дальнейших возможностях российских войск там как-то не то что продвигаться, но хотя бы удерживаться на тех позициях? Ну мы видим, что вооруженные силы Украины сейчас по ряду плацдармов осуществляют достаточно активные и интенсивные действия. И неудивительно, что количество двухсотых и трехсотых в рядах российских оккупационных войск растет. Но, конечно же, не меньше радует и количество уничтожаемой техники. Ведь живая сила, разумеется, с ней у России проблемы. Как бы это удивительным не было, когда у России действительно возникает проблема с людским ресурсом. Это странное явление, но оно имеет место быть. А вот с техникой все намного сложнее. Ведь на сегодняшний день мы выходим, по сути, на этап ведения боевых действий, когда для российской армии целый ряд видов номенклатуры российской техники на вес золота. Авиация, ну истребители, фронтовые бомбардировщики, штурмовики, они уже давно на вес золота. Ракетное вооружение, ракеты авиационные, ракеты морского базирования, сухопутного, они настолько дефицитные, что их в крайне редких случаях используют и всячески пытаются заменить. Например, как у ТРК «Искандер» пытаются заменить перенастроенными за РК С-300 с уничтожением воздушных целей на нанесение ударов по поверхности. И сейчас мы видим, как дефицитной уже становится техника сухопутная. Казалось бы, танки, ББМ разнообразные, БТР, БМП, БМД, но артиллерия. Артиллерия действительно становится весьма и весьма дефицитной. В первую очередь, почему? Потому что у них большая проблема со стволами. Артиллерия не выдерживает такой нагрузки, темпа стрельбы. Многие стволы просто рвутся, потому что они еще до начала полномасштабного втружения в Украину исчерпали свой ресурс использования. И кроме того, в России давно существовала коррупционная схема, которая позволяла модернизированную технику выдавать за новую. И одну и ту же единицу боевую могли по несколько раз преподносить как новую, прокручивать. И на этом, конечно же, распиливать, скажем так, бюджет, бюджетные средства. И на сегодняшний день, по сути, те данные в открытых источниках, которые касаются количества танков, количества самоходных артиллерийских установок, гаубиц и так далее, они, по сути, не соответствуют действительности. Потому что, по факту, их меньше. А это означает то, что ресурс фактически уже исчерпывается. И нужно снимать с консервацией и хранения, причем в огромных количествах. А снятие с консервацией и хранения – это довольно-таки продолжительный, длительный процесс технического обслуживания, ремонтных работ, восстановления работоспособности. А если снимаешь без этих всех процессов, то эта техника, по сути, непригодна к использованию. Да, Александр, кстати, в продолжении темы, то, что Россия беднеет на технику, в западных медиа появилась информация, что Россия заинтересована в закупке индийских ракет «Брамус». Ну, это уже точно окончательный признак, что Россия заинтересовала эти ракеты, учитывая, что, с одной стороны, техника для Индии – это сдерживание Китая, с другой стороны, по контракту могут ли они вообще эти ракеты продавать кому-то? Ну, информация действительно довольно-таки интересная, требующая соответствующего подтверждения, что такое подобное обращение имело место быть, поскольку ракеты «Брамус» – это, по сути, российский П-800 «Оникс». Это, по сути, дальнейшее развитие противокорабельных ракетных комплексов, противокорабельных ракет российского производства, ну, по сути, советского, а при России уже слегка модернизированное и модифицированное, которое имело место развиваться уже и в Индии. То есть Индия как бы была заинтересована в развитии своих противокорабельных ракетных комплексов. И, в принципе, подобного рода закупка говорит именно о проблематике в России с П-800 «Оникс». Я напомню, что на этой неделе, например, Одесская область была обстреляна этими ракетами, было выпущено две ракеты. Одна ракета была сбита нашей ПВО, другая упала в поле. И этот обстрел – это был обстрел первый за несколько недель. То есть несколько недель Одесскую область не обстреливали именно данным типом ракетного вооружения, что говорит действительно о том, что оно, по сути, достаточно дефицитное для России. И производить его она полноценно сейчас не может из-за отсутствия микросхем и прочих составных частей, которые значительно повышали эффективность этих ракет, то есть модернизированные версии. А базовая версия – там необходимо использовать советские микросхемы, советские запчасти, которые, опять-таки, Россия не производит. Вот такая вот у них дилемма. Поэтому не исключено, что она ищет какую-то компенсацию для поддержания своей боеспособности в ракетных вопросах. Но Индия, если на это пойдет, то это, конечно же, для самой Индии будет катастрофический шаг. И я думаю, что Нью-Дели этого не допустит. А если допустит, ну, на мой взгляд, как минимум, Киев должен разорвать отношения с этой страной. Это как минимум на политическом уровне, поскольку каждый должен понимать, что подобного рода взаимодействие со страной-террористом, которой является Российская Федерация, ну, оно будет иметь соответствующий отклик, как минимум, в Украине. А как максимум, конечно же, можно поднять вопрос на более высоком уровне, поскольку это нарушение, в первую очередь, закона КААЦА США. А США является одним из основных партнеров в вопросах военно-технического сотрудничества с Индией. И проблемой, в первую очередь, США с Вашингтоном, я не думаю, что Индии нужны. Поэтому все же я считаю, что если это обращение имело место быть, то в Нью-Дели поступят более рационально, логично и взвешенно. Александр, вот Вы в предыдущем ответе затронули тему коррупции в Российской армии, там вот эти все коррупционные схемы с оружием. Сразу вот как-то всплыло недавнее упоминание о том, что Путин отстранил Шойгу от исполнения обязанности министра обороны. Вот именно как раз не из-за того, что там какие-то генеральские провалы, если ли, стратегические в Украине случились, а именно из-за того, что он как завхоз, грубо говоря, Российской армии должен был как раз отвечать за ее боеспособность. А по факту-то оказалось, что вот как раз оно вот здесь как раз большая слабинка. И по факту это можно сказать, что просто Путин в один прекрасный момент понял, что вот этот его друг по рыбалке, там, друг по походам в Сибири, вот он оказался просто таким коррупционным чиновником, который вот привел, собственно, к частично способствовать этому провалу на полях Украины. Нет. Дело в том, что Путин прекрасно точно так же нагревался на бюджете военно-промышленного комплекса, как и Шойгу. И через Шойгу он получал львиную долю, опять же, откатов со всех этих распилов и дерибанов. Ну, то есть представить себе то, что в России кто-то может воровать десятки миллиардов долларов, и при этом, чтобы не знал об этом Путин, ну, это на самом деле фантастика, это невероятно. И у Путина, по сути, он сам же и дал зеленый свет Шойгу на подобного рода коррупционные схемы. А в другом, как бы, провал и недовольство Путина Шойгу в том, что Путина, как такового, обманывали на протяжении всего этого времени относительно двух очень важных вещей. Относительно аналитических отчетов, в которых критически для российской стороны недооценивались возможности вооруженных сил Украины, и аналитических отчетов, в которых критически, опять-таки, для российской же стороны переоценивались возможности российской армии. Вот эта совершенно неправильная, совершенно негативная аналитика, непрофессиональная, которая, я бы даже так сказал, аналитика, которая велась в России последние годы, она больше напоминала чистую пропаганду. Вот то, что выдает Киселев, Соловьев, Скобеева, это и была на уровне экспертов, российских военных экспертов, это была серьезная аналитика, которая ложилась на стол Путину. Банальная пропаганда, никакого анализа абсолютно. Именно по этой причине, на мой взгляд, и на сегодняшний день растет вот такое вот, ну скажем так, недовольство силовым блоком в Кремле. Ну, правильнее не в Кремле, правильнее сказать, все-таки в бункере Нового Агарева. Александр, вы знаете, в пабликах уже все больше и больше встречаешь записи телефонных разговоров, ну это было на самом деле и сначала полномасштабное вторжение, но сейчас это стало еще более активно, когда российские оккупанты жалуются, звонят своим женам, жалуются мамам, которые в России, жалуются о том, что им, простите, наваливают вооруженные силы Украины. Во что сейчас, в каком сейчас психологическом состоянии российские солдаты, учитывая, что если даже они пишут отказные, то, как мы знаем, им добро на это не дают? Ну, самый яркий пример этого морально-психологического состояния в российской армии вообще даже больше, скажу, в российском обществе, это то, что они не могут на сегодняшний день обеспечить добровольную мобилизацию для компенсации потерь. То есть, когда ты не веришь в то, что, ну, совершается правое дело, когда ты не веришь в то, что ты можешь вернуться из зоны боевых действий с живым, здоровым, без каких-либо повреждений, и тем более еще и живым, когда ты не веришь в какую-то перспективу дальнейшую того, что называется так называемой специальной военной операцией, то ты, конечно же, этот контракт не подписываешь, а если ты подписант этого контракта, то ты его разрываешь. И вот эта вот ситуация, она очень даже является ярким таким маркером относительно того, что в России очень низкий на сегодняшний день очень низкое морально-психологическое состояние, и нет абсолютно никакой мотивации. Есть только лишь сплошная демотивация, особенно тех подразделений, которые на сегодняшний день являются передовыми подразделениями. То есть находятся в линии фронта и знают по ситуации, на самом деле, что происходит на линии фронта. Как врет пропаганда ежедневно о том, что у них там сплошные победы, контрнаступление вооруженных сил Украины провалилось, и вообще потерь нет, как говорится. И это, конечно же, еще больше деморализует, и впоследствии, я думаю, что при сохранении достаточно высокого темпа контрнаступления, а также огневого давления на позиции противника, в ближайшее время мы увидим достаточно ярко проявляющую себя массу дезертиров и покидающих свои позиции подразделений, опять-таки против которых ничего высшее командование не сможет сделать, поскольку это будет иметь именно массовый характер. Александр, вот, кстати, про этих призывников, вот Россия хочет уже в Крым отправлять срочников, якобы там вот не идет война, поэтому, ну там или как у них спецоперация, да, то есть, соответственно, как бы там можно вот использовать срочников, но по факту, учитывая, что в Крыму вот случаются вот эти хлопки, и если этот срочник погибает, то, соответственно, он не как контрактник, то есть его родные там или если он ранен, никто не получает той компенсации, которую получают контрактники. То есть, получается, вот такая ситуация, когда просто уже, ну вот так, без разбора, что называется. Экономия средств, ну, конечно же, в эпоху экономического кризиса и финансовой деградации государства, надо же экономить. Я напомню, что на ракетном крейсере Москва тоже были срочники. Кто о них сейчас вспоминает, кто о них сейчас говорит в России. В России вообще про экипаж ракетного крейсера в Москве не особо-то и говорят, а про срочников тем более. Также известно, что срочники присутствовали и, например, в феврале-марте во время полномасштабных боевых действий на Северном плацдарме в Украине. Заходили через когда Беларусь российские подразделения оккупантов. Поэтому использование срочников видится в данной ситуации, я так понимаю, для российского командования как одним из вариантов как-то компенсировать эту нехватку личного состава и компенсировать, в конце концов, эти потери, которые на сегодняшний день несут их подразделения в самой зоне боевых действий. И то, что их отправляют в Крым, а кто уверен в том, что они через недели, две или три не окажутся, например, на другое время на оккупированной территории Украины, в Кирсонской области или в Запорожской. Понятно. Спасибо, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был с нами, говорили о ситуации в российской армии и как у нее все не очень хорошо, мягко говоря. Спасибо вам и всего доброго.